Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу вам показать основные ошибки, которые возникают в After Effects и я покажу основные способы их решения. С ними сталкиваются все, как новички, так и профессионалы. И я покажу конкретные способы решения этих проблем. Если у вас возникла какая-то ошибка в After Effects, но я ее не указал в списке этих проблем, тогда я вам рекомендую перейти на конец этого видео и посмотреть общие рекомендации по тому, как решается, ну скажем, 99% всех ошибок в After Effects. Важный момент, который я хочу зафиксировать, что все изменения и все настройки, которые вы делаете с вашим компьютером, вы делаете на свой страх и риск. Я думаю, это будет честно указать, правильно? Итак, первая и одна из самых частых ошибок, которая возникает практически у всех, как у новичков, так и у Pro, это ошибка экспрессиона. В этом ничего страшного нет, она никак не влияет на основную работу. Для того, чтобы понять, в чем у нас проблема, мы можем кликнуть по вот этой вот лупе. Она нам покажет, где у нас проблема. И если мы кликнем по этому значку, мы можем найти описание, в чем именно проблема. В данном случае сам экспрессион написан неправильно. Мы используем экспрессион вигл, но у нас есть в нем ошибки. И давайте их исправим. Первая, вигл пишется с маленькой буквы. Вторая, вместо запятой поставлена точка. Мы это можем поменять. И наша ошибка исчезла. Следующая ошибка, а скорее это даже не ошибка, а проблема. И с ней сталкиваются в основном новички, те, кто только начинают изучать After Effects, когда вы два раза по случайности кликнули по слою, и у вас открылся этот слой. Когда вы работаете с видеофайлом, у вас на таймлайне только он, вы по нему случайно два раза кликнули и не заметили, как у вас открылось окно просмотра этого слоя, в данном случае видео. И для того, чтобы это исправить, нам нужно просто перейти обратно в viewer самой композиции. Ну, раз уж я заговорил об ошибках новичков, тогда я и должен и сказать о следующей ошибке. Очень часто новички по случайности нажимают Caps Lock, и когда вы активируете эту функцию, ваш экран становится черным, и у вас ничего не должно отображаться во viewer. Нам достаточно нажать Caps Lock и отключить эту функцию. Когда вы работаете над большим и сложным проектом, он может занимать много места на вашем диске в виде кэша. И этот кэш нужно время от времени чистить. Для этого мы переходим в Edit, Purge, Purge Memory and Disk Cache. И тем самым очищаем свободное место на компьютере. Если вы запускаете какую-то функцию или плагин, и у вас вот так вот подвис After Effects, подождите пару минут, дайте ему чуть-чуть подумать. И вполне возможно, вам не нужно будет закрывать саму программу, и у вас все заработает. И не кликайте по многу раз по самому экрану, лучше за это время заварите себе чай. Когда вы ставите сторонние скрипты, у вас может возникнуть следующая ошибка. Чаще всего у вас возникает либо такое сообщение, либо сам скрипт становится черным. Это все очень легко исправить. Для этого нам нужно перейти в настройки самого After Effects. Мы идем в Edit, Preference, Scripts and Expressions. И здесь нам нужно включить функцию Allow Script to Write Files in Access Network. Нажимаем сюда и применяем. Теперь, если мы запустим наш скрипт, у нас все заработает. Когда вы открываете какой-нибудь проект, который вам передали или вы его купили на стоках, то у вас может возникнуть вот такое окошко с предупреждением. Здесь ничего страшного нет, это вовсе не ошибка. Это просто предупреждение о том, что проект был создан в более старой версии. И ничего страшного в этом нет, мы просто нажимаем ОК. И нам нужно этот проект пересохранить в нашей версии After Effects. Или это мы идем в File, Save as. И дальше сохраняем наш проект. Следующая распространенная ошибка, когда вы берете чей-то проект, или вам кто-то его передал, вы его пытаетесь открыть, и у вас возникает Missing Files. Пути к вашим файлам потерялись. Это очень легко исправляется. Вам достаточно выделить нужный вам файл, и указать место, где на компьютере находится путь к этому файлу. И таким образом все ваши файлы восстановятся, и у вас все будет работать. Если вы открываете After Effects проект, и у вас выскакивает какая-то ошибка, и вы не знаете, что с этим делать, для этого мы идем в File, Open Project, и находим нужный проект на диске. Открываем его, и у вас все должно отлично открыться. Второй вариант, перетащить проект сразу в Project Panel, или открыть через File, Import, File, и находим нужный нам проект. Единственное, что теперь у вас создалась дополнительная папка, в которой находится весь ваш проект. Ну а мы можем выделить все нужные нам элементы, все нужные папки, вытащить их, а содержащую папку удалить. А вот и моя самая любимая ошибка в After Effects. Если у вас ее никогда не было, значит вы не пользовались After Effects по-серьезному. В принципе она решается двумя способами. Первый это почистить кэш, а второй просто перезагрузить After Effects. Для этого нам нужно перейти в Edit, Purge, All Memory and Disk Cache. Нажимая сюда, мы можем увидеть, сколько места у нас будет освобождено. И помимо того, что это очистится кэш с вашего диска, у вас еще очищается ваша оперативная память. Мы нажимаем ОК, и это занимает какое-то время. После чего эта ошибка должна исчезнуть, и у вас все должно нормально работать. Если эта ошибка не пропадает, скорее всего вам нужно перейти в настройки. Мы идем в Edit, Preference, Memory and Performance. И возможно вам нужно уменьшить количество оперативной памяти для других приложений. Также вы можете активировать функцию Reduce Cache Size, When System is Slow on Memory. Кэш из памяти будет выгружаться на ваш диск. Следующая ошибка, когда у вас не работает пробел. Вы нажимаете пробел, а у вас не работает предпросмотр видео. Вполне возможно у вас проблема в настройках железа вашего звука. Для того, чтобы это поправить, мы идем в Edit, Preferences, Audio Hardware. И здесь в параметрах нам нужно указать правильный выход, какие у вас колонки или какого устройства вы используете для проигрывания звука. И когда вы это все применили, у вас все будет проигрываться как надо. Не все знают, но в последних версиях After Effects не работает рендер в H264 в самом After Effects. Через Composition, Add to Render Queue. И здесь вы переходите в настройки, задаете, например, QuickTime. И в настройках кодека у вас больше нету H264. Это вовсе не баг, это разработчики специально его убрали, потому что они говорят, что он очень глючный в After Effects. Но чтобы отрендерить в H264, мы можем просто идти в Composition и Add to Median Coder Queue. И там это все у нас есть, и там это все работает. Если вы импортируете видеофайл в After Effects, и у вас возникают какие-то зеленые гличи, или какие-то непонятные пиксели простреливают, чаще всего это связано с проблемой видеокарты. Для того, чтобы это исправить, мы идем в Edit, Preferences, Display. И здесь нам нужно отключить Hardware Acceleration, Composition, Layer and Footage Panels. Применяем. И это должно нам помочь в нашей работе. И второй вариант – это переустановить драйверы. Еще одна частая ошибка при рендере в After Effects – это когда у вас в названии файла или в пути, по которому вы сохраняете этот файл, есть какие-нибудь неправильные символы, типа звездочки, или какие-нибудь там слэши, или просто кириллица. Да, After Effects не особо это любит. И я тоже не люблю After Effects, который друссифицировали. Вы должны пользоваться английским. Или если есть в пути кириллица, вам нужно просто поменять название или поменять путь, куда вы сохраняете ваш файл. И скорее всего эта проблема решится. Если какое-то из окон у вас заглючило, или как-то неправильно отображается, и есть несколько вариантов, как это решить. Первый – это закрыть окно и открыть его снова через команду Windows и найти нужное вам окно. А второй вариант – это сделать ресет всего layout. Windows, Workspace и Reset Standard Layout. И таким образом у нас наш Workspace вернется в нормальное состояние, и все ошибки должны быть отремонтированы. Если у вас какая-то нетипичная ошибка, тогда я рекомендую послушать следующую информацию. И я сейчас разберу основные советы по тому, что делать, если у вас возникает ошибка. Для начала я дам пару общих советов, которые помогут вам лучше и быстрее работать с After Effects. Во-первых, делайте пререндеры. Это важная штука, и она очень сильно снижает нагрузку с вашего компа. Если у вас достаточно старый компьютер или у вас мало оперативной памяти, вы обязательно должны делать пререндеры, особенно когда вы пользуетесь там Rotobrush или кеерами, вырезаете зеленый фон. Лучше всего это видео сохранить с альфа-каналом, об этом есть отдельное видео на канале, и потом перенести его обратно в After Effects. При этом вы очень сильно сократите кэш вашего проекта и вы уменьшите нагрузку на свой компьютер. Следующий совет, конвертируйте экспрессионы в кейфреймы. Экспрессионы, несмотря на то, что у них прописан легкий, иногда чуть более сложный код, достаточно сильно грузят компьютер, потому что они требуют вычисления каждого кадра, где он есть. Поэтому лучше всего экспрессионы, которые более сложные, конвертировать в кейфреймы. Таким образом вы снижаете нагрузку на ваш компьютер, у вас будет забиваться меньше памяти, и у вас не будут возникать ошибки с экспрессионами и с проектом в общем. А теперь советы по тому, что делать с ошибками. Если у вас возникла какая-то ошибка, первое, что нужно сделать, это почистить кэш. Вполне возможно, что ваша ошибка таким образом устранится, и вы сможете дальше работать. Для того, чтобы почистить кэш, мы идем в Edit, Purge, Purge Memory and Disk Cache. Второй вариант – это почистить кэш вручную. Иногда, если у вас не получается очистить программным способом, мы можем это сделать вручную. Для этого нам нужно перейти в папку с кэшем и там все почистить. Если вы почистили кэш и ничего не происходит, второй способ – это обновить драйвера. Это одна из самых напряженных вещей для тех, кто пользуется Windows, но она решает множество проблем. Следующий совет – обновить After Effects. Попробуйте обновить приложение, это тоже помогает с решением многих проблем. Следующая рекомендация – сбросить все настройки по дефолту. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть Creative Cloud приложение на нашем компьютере и зажать комбинацию клавиш. Ctrl-Shift-Alt на Windows или Command-Shift-Option на Mac. И запустить After Effects. Когда вы зажимаете эти клавиши и запускаете After Effects, у вас должны сброситься настройки After Effects и плагинов. Следующий способ от Кэпа – перезагрузите компьютер. Как бы смешно это ни звучало, но многие игнорируют этот фактор, а он является одним из самых важных, особенно для пользователей Windows. Если у вас ошибки с рендером, тогда я вам советую сделать следующее. Первое – это убедиться, что у вас нету кириллицы в названии ваших файлов или в пути. Это очень важный момент. Или каких-то специфических символов. Старайтесь использовать английский язык для того, чтобы работать с вашими файлами. Это полезная привычка и плюс помогает в изучении английского. Вы таким образом можете изучать новые слова. И второй совет – убедитесь, что у вас достаточно места на вашем жестком диске. Я сталкивался с этой проблемой сам. Мне казалось, что у меня достаточно места. Но на самом деле, когда вы рендерите проект, у вас должно быть больше места, чем конечный файл будет у вас занимать. Например, у вас конечный файл должен занимать примерно 2 гигабайта. И на вашем жестком диске как раз есть свободно 2 гига. Но прикол в том, что у вас должно быть свободно хотя бы 3 или 4 для того, чтобы меди-энкодер или After Effects, смотря чем вы рендерите, мог создавать нужные ему файлы. И у него было на это место. Вот, в принципе, и все. Если вы посмотрели это видео и у вас все равно есть какие-то ошибки, тогда я вам рекомендую сделать следующее действие. Первое – это воспользоваться форумом Adobe. У Adobe очень крутой форум с огромным количеством пользователей. И там постоянно выходят какие-то обновления, люди задают вопросы. Попробуйте поискать свою проблему там. Скорее всего, кто-то уже с таким сталкивался. И там обязательно пишут решение. Ну а если с такой проблемой никто не сталкивался, вы можете сами задать тему и спросить у комьюнити, как решить эту проблему. Следующий вариант – это спросить на Reddit. Reddit тоже имеет огромное количество пользователей по теме After Effects. И там охотно люди подсказывают и делятся своим экспириенсом, как решить ту или иную проблему. Следующий способ – если у вас официальная подписка от Adobe, написать им в поддержку. Я обращался уже несколько раз к ним с разными проблемами, и они реально очень круто мне помогали. И однажды я даже ставил специальное приложение, которое дает доступ специалистам из Adobe, возможность зайти на мой комп и сделать необходимые настройки. При этом они просят закрыть все окна, которые могут нести какую-то конфиденциальную информацию. И вы видите, куда они заходят и что они делают. То есть никаких секретных утечек там быть не может, и ребята реально помогают. В этом плюс официальной подписки, что у вас не будет нерешенных вопросов. Вы всегда можете к ним обратиться, и они помогут. Ну а если у вас, скажем так, народная версия, тогда вам стоит обратиться туда, где вы брали эту народную версию. И, возможно, там тоже будут решения ваших проблем. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, это видео было для вас полезно. И вы нашли решение своей проблемы, потому что нет ничего хуже, чем нерешенная проблема или незакрытый вопрос. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok